здравствуйте мои дорогие друзья здравствуйте мои дорогие подписчики гости канала постоянные зрители коллеги рада вас приветствовать нашему канале это виртус на сегодня будет очередной расклад я выкладываю коробку потому что спрашивают как называется колода второй иллюминат сегодня у нас будет расклад на тему а что будет дальше часто задать вопрос как будет развиваться дальше наши отношения если по-другому это расклад такой что было что есть что будет ну либо что за спиной что в настоящем чего не избежать расклад будет небольшой короткий я не буду долго рассказывать здесь будет конкретно четко без воды поэтому 5 вариантов посмотрим что было что есть и что будет ближайшем будущем сроки сами загадывайте у меня обычно до трех месяцев проигрывается 5 вариантов карта который сигнификатор она будет рассказывать о том что было в прошлом прошлом ваших отношений если не сходятся то думать сами смотреть не смотрите обычно если прошло не сходится то нет смысла смотреть настоящее будущее 1 2 3 4 5 если вам нужно паузу ставьте а если вам нужно выбрать нужно время ставьте на паузу назло шум сразу с видео писать сразу шум начинается и так первый вариант что было в ваших отношениях любовные отношения либо был выбор либо был выбор сделан вашу пользу не вашу пользу но в прошлом есть какой-то выбор вас были отношения это не новое знакомство это однозначно первый вариант скорее всего так называется сложилась судьба ли так повернулась колесо фортуны судьба для стечения обстоятельств которым выбор скорее всего будет делал не вашу пользу его у вас было расстояние причем очень неожиданное для вас но колесо фортуны после башни то есть возможно это так должно было быть либо без этого вот без этого разрушения из этой башни не могло бы быть прошлого будущего сейчас посмотрю что в настоящем еще что в будущем но на ближайшее прошлое у вас выпадает любовный либо любовный треугольник либо загаданный человек был выборе выбор скорее всего был не в вашу пользу но мне расстаться вы знаете об этой ситуации вам об этом никто не рассказал об этом обо всем узнали еще какое-то время поддерживали отношения у вас было общение была переписка либо узнали о том что долго загаданный человек находился в каких-то отношениях был перед выбором у вас возможно было в тот момент были в тот момент еще отношения но башня и колесо фортуны это игра игра с на игра судьбы либо стечение обстоятельств называется так должно было произойти то есть не мы никогда не знаем что идет к лучшему что в настоящий момент отношениях очень много эмоций вы хотите его забыть но у вас не получается вы продолжаете следить за данным человеком выстроить как-то подстраиваться вы живете тем что можно все это вернуть во все равно есть надежда либо предчувствие либо осознание того что человеку может быть вашим мужем да это возможно я смотрю на будущее что вы как чувствуете что настоящим я не могу сказать что человек чей-то муж что настоящим как муж на расстоянии которого вы ждете очень долго ждет надеетесь что он приедет ибо он приедет либо шестерка мечей это крупные перемены настоящий момент в принципе мужчины и происходит крупные перемены они последние полгода у него происходит но как таковых отношения не вижу между вами дистанция и очень давно вы знаете что у него происходит он знает что у вас происходит жизни может быть не так подробно как вы но знает вы живете тем что вы надеетесь на то что это все нужно вернуть все нужно построить все все можно подстроиться и можно все сделать для того чтобы вернуться в прошлое надеетесь на приезд либо на возврат шестерка мечей это крупные перемены в жизни они уже стоят за спиной у мужчины скорее всего вы как либо знаете что они начались они у него начались очень давно либо он начинает окончательно осознавать что опять перемена неизбежно здесь начинается в прошлом с кардинальных перемен с неправильного выбора либо человек сделал резко необдуманно выбор колесо фортуны это так сложились обстоятельства не факт что он сам к этому выбору долго подходил так так получилось так что будет ближайшему будущему вас у вас будет свидание у вас будет встреча у вас будет восстановление отношений пятерка губков не факт что же здесь женщина хочет уже этих отношений но свидание будет и встреча будет и секс у вас может быть потому что здесь все играет либо называется быстрое стечение обстоятельства быстрое стечение с умеренностью здесь как-то все должно за на на заново начаться действовать работать либо быстрое истечение обстоятельств женщина добивается того чего она хочет вы здесь надеетесь на то что с этим мужчиной что-то сложится вы его ждете вы в это верите человек должен приехать не все как-то пойдет после этого приезда либо если он находится рядом это проигрывается так что вскоре все начнет быстро развиваться и придет к умеренности к уверенности это к тому что у вас могут опять начаться какие-то отношения завязанные на быть либо совместное проживание и на то что вы начнете более тесно взаимодействовать примирение мир мир дружба жвачка до согласия примирения но здесь женщина не совсем довольны тем что происходит чем именно вы будете недовольны а нужно будет много работы над этими отношениями такое ощущение что он приезжает его просто четвам приходит и говорит давай будет жить вместе да nós попробуем давай начнем причем для вас то очень будут быстро и неожиданно быстрое стечении обстоятельств гдеeil быстро стечение обстоятельства и здесь был в прошлом неожиданную какой-то поворот и вы понимаете если вы переходите на какой-то уровень из 2 подряд карты работы да они хорошие карты инвестиях или то что отношения будут восстановлены актроль child но вам особо эта работа мне нравится вы понимаете что вам реально пахать нужно в этих отношениях. Извиняюсь за выражение, но здесь по обоюдному согласию всё это происходит. Вы как-то подумайте, поговорите, давай попробуем, начнём всё сначала. Здесь есть вариант через мир перерождения отношений, но я не вижу того, что вы счастливы от этого. Ну, посмотрим, потому что первый вариант вы здесь ждёте. Здесь произошёл какой-то непонятный, то ли разрыв, то ли непонятное стечение обстоятельств, по которому выбор был неправильно сделан. Второй вариант. Что было? Был обман. Любовные отношения, обман. Любовный треугольник. Мужчина. Ну, здесь все карты любовного треугольника, мужчина-манипулятор. Либо очень долгая, непонятная, зависшая ситуация в непонятных отношениях. Здесь могут быть четырёхугольники, многоугольники, всё начиналось с дружбы, переросло в любовь, чувства, в страдания. Долго вся эта история длилась. Мужчина действовал, мужчина занимал активную позицию. Ну, и потом всё закончилось разбитым сердцем, видимо, тоже не ваше пользу. Что-то какие-то грустные расклады. Второй вариант. Скорее всего, любовный треугольник, любовные отношения, либо в отношениях была ещё женщина, кроме вас. Начинается всё с обмана, с луны. Либо когда всё начиналось, вы даже не знали о том, что есть другая женщина, потому что начиналось как-то всё с дружбы, вы не планировали ничего серьёзного. Но в итоге всё равно сердце разбито, оба страдают. Здесь оба по второму варианту будут страдать. Так, в настоящем что у вас в отношениях? Ваши всё разрушены. Всё разрушены, продолжайте друг за другом наблюдать. Общения здесь нет. Вы не общаетесь, вы не разговариваете, вы никак не пересекаетесь. Скорее всего, окончательно принято решение, что я больше не хочу ждать и не хочу этой любви. Но чувства остались. Здесь чувства остались, потому что чувства с историей. И у него, и у вас, и у загаданного человека, и у вас остались чувства. Внутри, на подсознании, не знаю, на ментале, на астрале, где угодно, всё равно продолжаете ждать, потому что как за спиной есть чёткое осознание, что я уже не хочу ничего, всё, пора ставить точку, я хочу закончить, но всё равно продолжаете ждать. Называется, умом всё понимаю, а сердцем отпустить не могу. Ближайшее будущее, второй вариант. Второй вариант, да, возможно восстановление отношений. Здесь полное обновление с ограничениями. Не знаю, не факт, что вас это устроит. Здесь можно опять возобновить эти отношения, стабильные отношения, но в тайном варианте. Не нравится вам, не хотите вы идти в любовные отношения, вас это не устраивает. Слишком много ограничений. Да, можно это обновить. Почему вы не хотите ещё? Возможно, у вас уже есть другой мужчина. Смотрите, возможно, мужчина в ближайшем будущем появится, либо человек, которого вы загадали, и предложит вам стабильные отношения. Давай пока попробуем тайно. Да, всё сложно, но сможем начать всё заново. Давай попробуем. Да, у меня есть ограничения, давай попробуем. Не хотите. Вы уже как бы сомневаетесь. Почему? Потому что у вас есть секс и отношения с другим мужчиной. Королём мечей, который идёт вам парой. Такой вот второй вариант. Третий вариант. Третий вариант. Третий вариант. Здесь либо оба в семейных отношениях, либо это бывшая семья. То есть на прошлое выпадает семья. Это человек, с которым у вас была семья. Либо есть, либо была. Это с прошлого. Может проиграться и то, что вы и он в семье, либо то, что это ваша бывшая семья. Если это семейные отношения, то у человека появилась любовница, у вас появилась соперница. Если все в семье, то есть получается у вас любовный четырёхугольник, вы в семье, он в семье. И были какие-то отношения любовного характера. Но здесь женщина с мозгами, если это тогда четырёхугольник, здесь женщина с мозгами, она особо чётко понимает, что ей нужно. Здесь либо так, как я хочу, либо никак. Либо просто вы были с семьёй, и у вас появилось какое-то третье лицо в ваших отношениях. Ушли в паузу, ушли в непонятную ситуацию, потери общения, потери... Я не вижу тут развода. Здесь просто как разошлись в разные стороны. Потеря доверия, потеря... Вообще ничего не хотите. Я уйду сама. Такое ощущение, что вы либо её сами отпустили, либо сами отказались от этих отношений. В настоящий момент что у вас происходит? Так, в настоящий момент здесь пытается член-то восстановить с вами общение. Общение не настоящее. Общение... Здесь очень много вранья, очень много неправды. Пытается восстановить с вами отношения. Ему некомфортно. Без вас, на расстоянии. Он хотел бы... Он хотел бы быть рядом с вами. Здесь есть какой-то... Пытается наладить с вами общение, но через обман. Если он обещает вкладываться, либо что-то изменить, этого не будет. Скучает, тоскует, ревнует. Не хочет допустить, чтобы у вас появились какие-то новые отношения. На будущее что у вас идёт? Если бы он как-то более активный был в том, чтобы вернуть вас, то можно было. Он бы победил. Но здесь спящий рыцей. Мужчина, в принципе, неплохой. Мужчина будет и деньгами помогать, и может быть до сих пор помогает, если это ваш бывший муж. Но здесь как... У вас есть в планах, но здесь не уверенность. Здесь на ближайшее будущее, я не вижу конкретных действий, здесь женщина может всё изменить. Называется, если женщина захочет вернуть, она его вернёт. Потому что в планах, в надеждах есть, и женщина чётко понимает. Либо вы ему даёте время, если он как-то в это время проявится, тогда хорошо, тогда окей, мы восстанавливаем эти отношения. Если женщина понимает, что она справится с этим, либо вы ему дали время до, не знаю, полгода, может быть, до следующего года, либо как-то просто поставили всё это дело на паузу, отстранились от этой ситуации, наблюдаете издалека. Я не вижу здесь конкретного примирения. Если бы, называется, мужчина более активный был, он бы победил, он бы смог, потому что он и к вам, он вам ничего конкретного не предлагает, он не возвращается, он и ничего предложить не может, но он вам не даёт устраивать личную жизнь, потому что он вас ревнует. Он может узнавать, с кем вы общаетесь, с кем вы встречаетесь, но одна мысль о том, что вы с кем-то другим будете общаться, выводит его в состояние ревности, депрессии. Сейчас есть какое-то общение, делите всё надвое, потому что мужчина, в принципе, много говорит мне правды вам, говорит так, как ему выгодно. Восстановление в ближайшие три месяца я не вижу отношений, но здесь как бы общение есть, планы какие-то вы строите, но вы хотите от мужчины более конкретных действий. Пусть он вам что-то конкретное предложит, тогда можно рассматривать, как серьёзный вариант. Разрывов здесь нет окончательных, здесь просто на прошлое выпадает какая-то непонятная ситуация, либо любовные отношения, либо у вас в семье появилась какая-то третья девочка, понятно. Четвёртый вариант. Что было? Так, здесь как-то всё начиналось с плохого, с депрессии, с переживания. Тут выдался шанс восстановить отношения. Окей, на прошлое выпадает восстановление отношений. Возможно, как-то на расстоянии общались, либо отношения были на расстоянии, либо общение на расстоянии, такое полутайное, вам это не нравилось, выпал шанс. Восстановили общение. Не у всех проиграется семья. Но начиналось здесь, наоборот, с какой-то грустью, печалью, с тоски, с одиночеством, отношения на расстоянии, переживания, тайна. Либо у вас уже давно это тянется, то есть последние три месяца у вас в отношениях непонятная ситуация. Человек уходит, приходит, держится дистанционно, вы не понимаете, есть отношения, нет отношений, то ли вы тайная женщина, то ли вы настоящая, по справедливости его девушка, жена. То есть вы не в непонятной ситуации, потому что вроде бы финансы общие, да, можно так сказать, а отношения тайные, все равно дистанционные. Но вообще в прошлом очень много разочарования. Хорошо, что в настоящий момент ваших отношений. Так, в настоящий момент все замечательно. В настоящий момент все хорошо, все замечательно, а жизнь повернулась таким образом. Здесь, получается, выпал шанс, страдали, страдали, ждали, переживали, все, выпал шанс, туз пентаклей, справедливость, возможно, стали официально, похоже, что либо как официальная девушка, либо как официальная жена, либо как официальная пара, которую он не скрывает. А начиналось все с каких-то тайных отношений. В настоящий момент солнце, семья, ребенок, здесь все хорошо, замечательные карты. Единственное, здесь либо какое-то обновление было недавно, либо мужчина очень несерьезно, что относится к этим семейным отношениям. То есть, вроде бы вы семья, вроде бы пара, может быть, кого-то проиграется рождение ребенка, но здесь может быть просто совместное проживание без оформления. Общий бюджет просто разными мастями в выборе. Да, он Пентагг и Король Кубков. Но вас не... Что вас не устраивает? Да, здесь женщина хочет кардинальных перемен, женщина хочет быть официальной женой, какой-то сатисфакцией, либо как признание какой-то истины через смерть, через серьезнейшую трансформацию. Хотите какой-то конкретики, либо чтобы мужчина начал вкладываться поистине вот в эту семью. Что будет? Да, начнет он вкладываться, примет он решение. Здесь хорошо все. Вот здесь как-то четвертый вариант все начинается плохо-плохо-плохо, а в итоге все замечательно. Почему сердце разбито? Мужчина такой, манипулятор. Здесь либо есть незаконченное отношение, здесь возможно даже человек переезжает к вам жить, и вы либо вы живете все вместе, но все равно манипуляция, общение с другими женщинами, вам это не нравится. Мужчина будет вкладываться, хорошие карты, он принимает решение, все, мы вкладываемся, мы идем в будущее. У вас либо подозрения, да, потому что здесь как, не то, что у него есть какие-то отношения с женщиной, он как манипулирует отношениями с другими женщинами. Я не могу сказать, что там секс есть, либо что, здесь нет таких подтверждающих карт, но на будущее все равно выпадают какие-то переживания. Скорее всего, вы добьете того, чего вы хотите, он примет решение, он будет вкладываться, но здесь как мужчина не созданной для семьи. Дружеские отношения. Нет, нет, четвертый вариант, здесь все замечательно, хорошо. Здесь просто вы как подозреваете, вы все равно переживаете, что ничего не получится. Очень долго, у вас очень долго тянулся период страданий и переживаний, и вы все время переживаете, что уже по-нормальному не будет. Четвертый вариант здесь будет по-нормальному, как-то очень медленно, но созреет он дозреет до нормальных человеческих отношений семейных. Пятый вариант. Что дальше? Отношения начинаются с иллюзии. Либо иллюзия семьи, либо иллюзия отношений, потому что здесь вроде бы совместное проживание, но тоже как на расстоянии, но как не вместе, по пятому варианту. Иллюзия семьи, иллюзия быта. Ну, вам это необходимо, потому что как кармический урок, соединение как кармический урок. Вот эти отношения, в которых вы сейчас находитесь, их нужно пройти. Очень много страхов, очень много иллюзий. Возможно, вы их как-то неправильно видите, возможно, вы как-то воспринимаете их по-другому. Либо внешне это одни отношения, а по-настоящему это немножко другие отношения. Но здесь очень проигрывается на расстоянии. Либо сейчас вы на расстоянии, либо как семья, брат гостевой на расстоянии. Либо вы верите в то, что у вас стабильные отношения, на самом деле это всё иллюзии. Либо то, что в прошлом постоянно отношения на расстоянии и ничего серьёзного. Вы надеетесь, что когда человек приедет к вам, расстояние-то закончится, он сделает какой-то шаг, то мы придём к какой-то стабильности. Ну, неразбериха. Начинается иллюзия. Все карты, в принципе, хорошие, но если бы не вот эта вот карта иллюзия. Настоящий момент, что у вас? Ожидание. Ну вот ещё раз, такой зависший вариант. Бутофорная семья. Вроде бы семья, а семьи нет. Не знаю, вообще не будет. Даже если вас стоит кто-то спросить, замужем вы или не замужем, вы не знаете. Любовных треугольников я не могу сказать. Да, возможно, кто-то у вас есть ещё, либо вы рассматриваете такой вариант. Но здесь как таковость иллюзия. Возможно, вы даже и в браке официально, но как-то вы не очень счастливы от этого брака, что он есть, что его нет. Потому что зависшая ситуация. Здесь карты не рассказывают каких-то других мужчинам, других женщин, любовниц, изменок. Здесь просто говорят о том, что у женщины разбито сердце. И она не знает, она готова вкладываться, она готова работать, она готова что-то делать, но не знает, что делать. Она вообще не понимает, есть у неё семья, нету семьи. Иллюзия. Каждый раз какое-то новое обновление, но здесь проходите, прийти на какой-то кармический урок. Хорошо, что у вас будет в ближайшем будущем, в ближайшем будущем в ваших отношениях? Вы остаётесь в семье. Эти отношения, в которых вы находитесь, если вы до сих пор ещё не вместе проживаете, то очень высокая вероятность того, что у вас сложится брак, серьёзные отношения, семья, солнышко и Рафан. Либо у вас есть общие дети, и здесь ради детей получается, равно как судьба будет вас поворачивать, либо останавливать, но делать всё, чтобы вы оставались в этих отношениях. Но они здесь меняются, если человек берёт ответственность. Либо он наконец-то приедет, если между вами расстояние. Либо он что-то такое сделает, чтобы он приехал. Болезненный шанс. Да вы не хотите этого брака уже. Здесь мужчина начнёт вкладываться в эти отношения, он даже предложит вам то, что давай я приеду, давай будем жить вместе, давай я буду всё время рядом, а вам уже не нужно, вы уже не хотите этого. Вы уже не хотите, вы хотите чего-то другого. Но в ближайшие три месяца здесь никаких серьёзнейших перемен не будет. Возможно, в течение года здесь крупные перемены и будут. Но здесь вам самой нужно решить, хотите вы сохранять эти отношения или нет. Потому что здесь очень много иллюзий. Здесь как брак, либо серьёзные отношения. Мужчина пойдёт вам навстречу. Мужчина идёт навстречу, он будет что-то делать, но почему вас не устраивает? А вы не видите с ним будущего. Вы как бы независимая уже сама женщина, вы не видите в нём будущего. С ним. Вы даже не мечтаете уже о будущем с этим человеком. У вас нет в голове плана. Вы не знаете, куда дальше с ним идти. Тупиковая ситуация. Вы понимаете, что это не тот человек, который должен находиться рядом с вами. В этом проблема. И то состояние, в котором вы сейчас находитесь, вроде бы у вас стабильные отношения, но они какие-то непонятные. Почему? Потому что вы сами ему навстречу не идёте. Здесь даже не важно, треугольники, многоугольники. Здесь женщина сама по пятому варианту не может разобраться, что ей нужно, каких отношений она хочет, в какие отношения она хочет идти. Здесь в этом проблема. Такой пятый вариант. Всего доброго и до свидания.